Я в детстве очень много любила рисовать. Я рисовала пейзажи. Эта природа создала вот этот эскиз, который я беру. И я уже вижу картину. Здесь был просто нарос, но я сделала, как будто это сваленное дерево. Я говорю, ну вот, посмотрите. А люди городские вообще не понимают, как когда они восхищаются. Это дорогого стоит. И тогда хочется творить. Я в детстве очень много любила рисовать. У нас, конечно, не было ни кружков, ничего. Даже у нас уроки рисования заменялись математикой или еще чем-нибудь. Но я рисовала дома. Любила очень людей рисовать. Но и природу, конечно, без нее никуда. Я работала всю жизнь художником-оформителем. Я оформляла, значит, сцены к разным праздникам. Демонстрации оформляли в Омеле. Ну и свободную минутку я рисовала. Пейзажи рисовала. Ну, то, что мне нравилось. Где-то с какой-то картины что-то бралось. Там даже не было интернета, не было таких. Все надо было искать в библиотеке. А ну, а когда с корой я стала работать, если я вот отрывала большой кусок, я видела, что мне надо убрать, что оставить. В другой раз попадется такая вот наросты большие, вот как здесь вот такие вот прямо треугольники. И мне нужно их как-то так обыграть, чтобы это было что-то. Вот здесь был просто нарост, но я сделала, как будто это сваленное дерево. Здесь нарост, как будто там дерево растет, сюда повернуло. Здесь тоже был нарост. Одна из первых работ. Здесь очень красивая текстура коры. Очень красивая. Кроме уникальной текстуры и рисунков, которые на кору наносит сама природа, этот материал экологичный и долговечный. К тому же не требующий практически никакой дополнительной обработки. Только масло. Вот даже и туез покрывается маслом. Маслом можно проявить вот. И картины тоже. Они ничем не покрыты. Но тем не менее их можно прийти домой, помыть под краном и повесить. Это природа создала вот этот эскиз, который я беру. И я уже вижу, что я там буду рисовать. Вижу картину, вижу перспективу, вижу все уже наперед у меня. Я считаю, что это все творение, а я уже как бы немножко. Мы уехали в Мозырь на Дожинки. Это было очень давно. Первые еще Дожинки в Мозыре. И там продавались картины из коры березы. И я, ну я была настолько восхищена, что это просто, ну нет слова. Я и наброски делала. Приехала домой и начала работать с корой. Начала с маленького кусочка. Потом побольше, побольше. И потом уже хотелось больше. Мы и на Славянском базаре были. День письменности. Весновый букет вот в Минске всегда проходит. В Могилеве я была, это форум был года два назад. Мне там очень понравилось. Вот как-то в Минске, ну там же много всяких работ, а вот в Могилеве не видели даже. Я говорю, ну вот, посмотрите. А люди городские вообще не понимают, как, на чем. Собрать эту кору. Ровненько все. Плести. Это все очень медленно, все очень трудоемко, без терпения. Тут, ну никак. А для того, чтобы берестяное изделие получилось, не каждая кора подойдет. Сорт только должен быть, потому что береза, она плохо снимается. А есть береза, надрез делаешь вдоль, она сама снимается полностью, со всеми наростами, со всеми вот этими вот. Но этих берез очень мало у нас. Мария Литвинова – одна из немногих в стране, кто владеет уникальной техникой художественной обработки бересты. Однако визитная карточка мастера – берестяные туеса. Сегодня мы с вами будем делать туесо вот такого вот плана. Для изготовления туеса нам нужен хороший плотный кусочек коры, ножницы с закругленным окончанием, растительное масло у нас должно быть, тупой нож вот такого вот плана, линейка, простой карандаш и зажимы желательно вот такие, меньших, больших размеров, ПВА клей. И шило совершенно плоское, чтобы делать рисунок наносить. Берем кору без наростов, ровную. Если в картине вот это лицо, то в бересте вот это вот лицо, вот это вот красивая часть. Она бывает светлая, темная. Вырезала ровный кусочек, а теперь немножко подровняем. Так вот вырезаем ровненько. Ровненько, я уже как бы без линейки, на глаз. Следующий этап, чтобы вот эта вот часть зашла одна в одну и соединилась в замок. Для этого нужно на одной стороне пометить, где у нас будет это проходить. На одном уровне, конечно. И вырезаем ножницам дырочки. Можно две, можно три. Так, потом налаживаем наверх, с другой стороны. И прорисовываем эти дырочки на нижнем. Вот так. Немножко их утончаем. Вот они проходят. Вот получился замок. Внутри видно, вот оно, что зашло в пазы. Эта верхняя часть, рубашка, она уже у нас готова. Здесь можно что-нибудь не нравится почистить шкуркой, а потом обработать маслом. Теперь берем то, что у нас будет вставляться внутрь. Лицевая сторона, она идет внутрь. Вот так вот. Тоже мы делаем так же, делаем замок по размеру. И вставляем, и получается вот оно, желтенько здесь и здесь. Нужно взять специальный зажим, чтобы зафиксировать к верхней, к рубашке, чтобы потом определить размер и отрезать лишнее. Править ровненько все, выровнять. Внутренняя стенка у нас готова. Где-то немножко выступает часть, можно подрезать, но не до конца. Замок сам, замок цепляет, который верхний. Поэтому нужно и туда смотреть, и туда. Пока там ставил, там разошлось. Основная часть туеса у нас готова. Чтобы вставить дно, мы сделаем бортик к низу, чтобы оно и стояло, как на подставочке, и донышко, когда мы вставляем, чтобы оно крепче держалось за прошитый бортик. Чтобы сделать бортик, нужно вырезать полосочку, ровную полосочку плотной коры. Это должно быть все ровным, никаких не было поверхностей, все должно быть срезано. Бортик вырезать нужно удобнее стоя все-таки. Надо встать и по размеру вырезать. Толстенький стараться, чтобы он был, чтобы не сломался. Сейчас мы будем пришивать бортик. Нам для этого нужно берестяной прутик вырезать из более прочного материала и желательно, чтобы он не подходил по цвету, чтобы он был или светлее, или темнее. Карандашом отмечаем полосочку, где будет идти наша ленточка. Потом с внутренней стороны тоже надо пометить карандашиком снутри, где будем прошивать. 5 миллиметров тоже. Когда пришивается полностью бортик, готовится донышко. Вставляется внутрь плотно, очень плотно. Другой раз даже можно будет опускать изделие в горячую воду, чтобы плотненько оно вошло. Бортик пришили. Донышко вставили. Пришили бортик вверху. Точно так же, по такой же самой технологии. И изготавливаем крышечку. Для этого нужно измерить диаметр и круг вырезать, чтобы он полностью плотненько входил сюда, чтобы не падал. Буквально уже на готовой крышечке делаю тупым шилом орнамент. На изготовление такого изделия, вот, украшение орнаментом, и здесь по стенкам, то уходит 8 часов целый день. Мария Владимировна признается, когда творит, времени не замечает. И хоть и работа с берестой дело кропотливое и затратное, для нее важнее не материальная отдача, а искренний интерес в глазах людей. Ну, даже речь не идет, а купается ли или не купается. Просто когда на выставке видишь, когда люди любуются, когда они восхищаются, это дорогого стоит. И тогда хочется творить. Вот, приедя с выставки, это вообще, это что-то, ну, это с деньгами, это нельзя сравнить. Редактор субтитров А.Семкин